Музыка Именно в этом месте можно снимать разные фильмы, ведь живописные пейзажи каменной скалы, образованные глубоким каньоном реки Смотрич, которому уже более чем 20 миллионов лет, просто завораживают своей неповторимостью. Здесь примечательно все, начиная от естественного расположения и заканчивая уникальными архитектурными сооружениями. Один из самых известных исторических городов Украины. Город-музей под открытым небом. Итак, мы продолжаем знакомиться с удивительным городом — Каменцом Подольским. Прекрасный старый город расположен на каменистой скале высотой 30-40 метров на камне. Название города — Каменец Подольский и связано с тем, что город расположен на камне, поэтому и Каменец, а Подольский — потому что находится на территории Подолья. Здесь действительно есть на что посмотреть, и приехав сюда, никто не будет разочарован. Конечно, можно посетить замок, пройтись старинными улочками, кинуть взгляд на древние храмы, музеи, но все-таки хочется чего-то нового, интересного, даже экстремального, чтобы получить побольше эмоций. А что может быть лучше, если не экстремальное развлечение? А вот и то место, где нужно проявить незаурядную смелость, чтобы преодолеть свой страх и переправиться на противоположный берег через глубокий каньон реки Смотрич. Троллейная переправа в Каменце-Подольском — еще одно прекрасное место для любителей экстрима. Как же она выглядит? Несколько тросов, протянутых с одного берега реки на другой, находятся возле моста, который ведет в старый город. Каждый желающий, которому уже исполнилось 18 лет, может здесь покататься. Конечно, если хватит смелости. Но сначала инструктаж от опытного инструктора. Это очень важно, потому что безопасность человеческой жизни превыше всего. Все надежно и безопасно. У нас все надежно и безопасно. Страховку и все остальное снаряжение обновляем ежегодно. Приезжайте и активно отдыхайте. Как оказалось, любителей экстрима немало. Наши операторы тоже не удержались и решили попробовать переправиться на другой берег через реку. Конечно, когда снимаешь, как кто-то пролетает над огромным каньоном, это одно. Но когда герой сюжета ты сам, это совсем другие ощущения. Мы ободрили наших смельчаков и ждали их возвращения. Это действительно волнующее зрелище. Ну а для самих участников этого действа настоящее приключение. Давайте забудем про тот стереотип, что активно отдыхают. Давайте забудем тот стереотип, что экстремально могут отдыхать только молодые ребята. Мы приглашаем разные возрастные категории. От детей до пожилых людей. От инструкторов мы узнали про еще одно развлечение, которое предлагают любителям пощекотать себе нервы. Это rope jumping. Ну а что было понятно всем, это прыжки с веревкой с моста, а бегущая лань. Сам процесс подготовки выглядит достаточно интересно. Вас экипируют снаряжением для альпинизма, каской и рассказывают, что и как делать. Все снаряжение проверяют регулярно и вы можете не волноваться за свое здоровье. Если вы решились прыгнуть с моста, наша команда гарантирует вам двойную безопасность. Это может быть страшно, но безопасно. Находится все это при въезде в город, на самом высоком в Украине мосту. Прыгнуть можно в любой день недели, главное заранее записаться. У нас также нашелся смельчак, который решил прыгнуть с моста высотой 54 метра. Так что знакомьтесь, это наш коллега, ассистент оператора Владимир. И он уже давно мечтал осуществить такой прыжок. А тут такая возможность. Мы пожелали ему удачи, ну а сами будем наблюдать за его прыжком. Готовы? Отходите к лестнице. Море эмоций. Это действительно круто. Нужно преодолевать страхи ради ярких эмоций и жить по-настоящему и видеть, насколько прекрасен мир вокруг нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Друзья, наша команда приглашает вас в прославленный город Каменец-Подольский не только насладиться красотой исторического города, а еще и прыгнуть с самого высокого моста Украины. Велком! Эмоции и адреналин сделали свое дело. Все очень проголодались, поэтому мы идем обедать. Нам повезло. Почти в центре старого города расположен уютный ресторанчик. И у входа нас встречает фигура веселого трубочиста. Если вы не знаете, кто это такой, вам сюда. Здесь все расскажут. Это тематическое заведение, которое имеет свою собственную легенду. Мы узнали, чтобы получить свою толику удачи, нужно прикоснуться к пуговице трубочиста. Причем разные пуговицы отвечают за разные виды везения. Итак, мы, надеясь на свою удачу и везение, решили пообедать в этом заведении. Если вы хотите почувствовать атмосферу старого города и вкусно поесть, то трактир приглашает вас. Старинный интерьер удачно соединил в себе камень и дерево и еще много других тематических вещей, которые создают особую атмосферу. Посмотрим, чем удивят нас местные повара. В трактир заходили люди разного достатка. Для высоких чинов готовили блюда из качественных продуктов. Салат «Бургомистр» для вас. Приятного аппетита. Рецепт соуса для этого салата шеф-повар держит в секрете, но его составляющие, конечно же, можно увидеть. Овощи, зелень, красная рыба, творожные шарики. Ну а чтобы попробовать этот вкусный салат и другие фирменные блюда этого ресторана, сюда стоит зайти. Салат «Бургомистр» Городская площадь, древняя ратуша, а совсем рядом старинный каменный дом, где экспонируется интересная частная коллекция древностей. И мы решили зайти и посмотреть на исторические экспонаты. Вообще-то другие музеи демонстрируют 3,5% музейного фонда. Я сделал выставку «Концентрат», где собрал интересные предметы старины. Это очень увлекательно, ведь тут охватываем большой промежуток времени. Обычно мужчинам интересно оружие, наконечники, холодное оружие Киевской Руси. А женщинам интересны украшения, как когда-то были одеты женщины того времени, какие носили украшения. Богдан с самого детства интересовался историей родного города и края. Ну а когда подрос, то присоединился к отцу, учителю истории, и тоже начал собирать древности. И, как видим, собралась замечательная коллекция, которой молодой человек по-настоящему гордится. Моя ж историческая выставка, вона не претендует на всеосяженность якоюсь. Моя историческая выставка не претендует на всеобщее обозрение. Она рассчитана на людей, которые интересуются историей своих корней. Люди, которые имеют интересы в этом, которым подобается история, которые хотят просто знать про свои корни. Я приглашаю и призываю вас зайти сюда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Каменец Подольский — уникальный город, в котором будет интересно всем — и взрослым, и детям. Если вы уже немного устали, а ваши дети полны сил и энергии, советуем отвезти их в парк. Правда, он немного необычный. Это парк развлечений. Поверьте, там ваши дети получат настоящие эмоции, а у вас будет возможность немного передохнуть. А тут еще одна развлекательная площадка — Веревочный парк. Друзья, мы приглашаем вас в город событий — «Каменец Подольский». Активно, круто, драйвово отдыхайте. И помните, эмоции будут невероятные. На душе, душе, душе было. Активно, preparedness подавимый город. Пок Ouch! Приезжайте в Каменец, вы услышите, и вы увидите много интересного. Сможете здесь развлечься, ведь тут есть немало развлечений. Путешествуйте по Украине, открывайте новые города и рассказывайте о них всему миру. Пусть каждое путешествие будет ярким и незабываемым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова